всем добрый день это питомник роз полины козловой ну вернее сегодня не в питомнике меня пригласили знакомым и я пообещала что я не буду снимать весь двор а вот просто на примере конкретной розы на расскажу о том какие ошибки сделаны при посадке так здесь у нас ну такой мини цветник вот очень красивые очитки я очень люблю такие растения очень очень нравится такие вот вещи они в нашей жаре в крымской абсолютно себя хорошо ведут у них практически никогда не как не бывает никаких проблем есть такие большие потом вот есть такие большие пусты красные вот но сейчас собственно них сейчас о розах вот здесь как бы ну как я думаю планировалось посадить это миниатюрная розочка не миниатюрная почвопокровная извиняюсь это у нас насколько я узнаю это по-моему чили клементина здесь их садили группой три штучки выжила только две ну и собственно вот сейчас на примере могу рассказать почему но вот если хорошо обратить внимание вот вот это вот это у нас место прививки и она находится над землей но я так подозреваю что это клумба насыпная то есть у нас здесь крыму очень мало скажем так ровных участков и в основном все как бы террасами насыпное и скорее всего когда насыпали землю и посадили все было по правилам но со временем земля осела и собственно оголила вот место прививки вот из-за этого роза мучается то есть у нее нету листьев нужном количестве она очень скудно цветет вот вторая ее подружка которая должна была ей в паре ну собственно то в таком же виде состоянии мучнистой росы нету то здесь что-то проискалась черной пятнистости то есть как бы но только первые признаки на листиках вот это еле-еле собственно вот эти вот очитки и как бы спасают потанем потому что не прикрывают вот это самое нежное место место прививки собственно куда ветки эти пошли если бы не было вот этого очитка ползущего почвопокровного то здесь бы еще больше было ужасного потому что жара просто убила эту розу но что делать таких случаях конкретно вот в этом ну здесь досыпать сантиметров 10 10-15 земли насколько это можно потому что это тоже такая терраса достаточно высокая вот сейчас кормить это у нас уже конец августа уже скоро 1 сентября смысла нету стволы хорошо вызревшие то есть вот вот я стучу очень хорошо звук то есть здесь все вызревшие здесь все перезимует обрезать тоже смысла и делать какую-то обрезку нет потому что каждый новый надрез это стимуляция выхода новые почки а тем более у нас жарко еще достаточно тепло вот если будет это обрезаться пойдут новые побеги и вот они то собственно говоря могут и не перезимовать вот то есть таком случае если вот такая вот вещь есть то есть место прививки находится над землей надо просто поднять уровень земли это место все присыпать и собственно говоря те почки вот которые попадут в землю они дадут новые корешки новые побеги на следующий год роза будет даже очень красивая но это подозревает что надо все-таки здесь это все сделать будет роза будет хорошо себя вести вот такая вот ошибка бывает ну собственно говоря это сразу видно сейчас я постараюсь найти а вот здесь вот есть если я конечно долезу там вот роза более высокая сейчас здесь вот хвойники по задумке все в принципе нормально так преграды так вот это у нас роза и тут вот а кто-то кто-то меня спрашивал смотрите вот такие вот бывают на листьях дырочки это могут быть вредители но могут быть вредители вредителя могут быть вредители так прилетели сожрали улетели собственно есть такая вот пчела листорез она выедает бывает собственно гусеницу но и так подозреваю что скорее всего это не они пчела оса скорее всего это было оса но вот эта роза растет хорошо и прививка вот насколько я могу видеть она заглублена но по ней видно участок находится тоже недалеко возле дороги этот пыль на листья оседает собственно вот те вот розы которые вам показывала изначально вот их надо засыпать землей тоже они прекрасно будут себя чувствовать так что ничего там страшного в принципе нету тоже красивый хвойник такими желтыми желто-зелеными хвоинками насколько понимает у нас либо туя хвойниках не сильно честно вот очитки вот такие мне нравятся очень красота просто красота красота ну вот как то так будут вопросы спрашивайте а теперь всем спасибо и до свидания